А всем привет с канала Брин Тим, и у нас новый такой обзорный видеоролик сегодня, сразу вас попрошу не показывать это видео Кристине, то есть она не особо любит спиннинговую ловлю, она фанат фидерной ловли и поплавка, особенно фидера. И она не понимает, зачем я покупаю приманки, если я не ловлю на спиннинг, но я на самом деле собираю такой арсенал приманок, чтобы в один день взять и пойти отловиться, то есть и научиться рыбачить со спиннингом как следует. И вот зашел я в свой любимый магазин Планета Рыбака, и взял у них такой набор блесенок и воблеров, на который мы сейчас глянем и ответим на вопрос, дорого ли это приманки. Погнали! Так, наверное, выберем кучи и будем смотреть, открывая упаковки. Наслышан о Кастмастере, он у нас есть, и поэтому взял его. То есть, Кастмастер от компании Оспрей, 10 грамм, такой зелененький-серебряный, с точкой атаки. Упаковки делают, чтобы не порезаться, но пока их откроешь, ты убьешься сто раз. Пока я тут мучаюсь с упаковкой, скажу, что особого такого блесна из себя не представляет ничего. То есть, это обычный Каст от Оспрея, это, насколько я знаю, это такой фабричный Китай. То есть, это не в подвале на коленке делают, а именно есть какое-то производство. Якобы у них там и воблера, и силикон, у них прям много всего есть. Ну, вот такая блесенка, 10 грамм, цельнометаллическая. Настя, посмотрим на ее работоспособность. Далее взял копию МЕПСа, о котором известно, наверное, всем. Прям упаковка идентичная, даже вот трубочку ставят, как оригинальный МЕПС, чтобы не пораниться. Взял такую яркую окуневочку третьего номера, то есть, вот, Аглия, такой широкий лепесточек. Вот, сейчас только надо еще снять, самому не пропалов палец. Ладно, попозже снимем, чтобы не затягивать видеоролик. Да, кстати, 60, 65 рублей. Дальше. Кондор Страйкер, 10 грамм. Как я понял, тоже по типу Кастмастера, но форма интересная, необычная, понравилась, поэтому решил взять проверить. Типа гробика такого, со сквозным отверстием, может быть, будет издавать какие-то звуки по типу Поппера. Что, кстати, поспособствует большему приманиванию, и цвет такой золотистенький. Дальше опять идет копия МЕПСа, только уже это МЕПС Циклоп. Колебалка такая широкая, давно хотел взять. 12 грамм. Номер один в мире. От МЕПСа мало чем отличается, единственное, что тут наклейка, так, то есть, такой синий-белый цвет, думаю, отлично будет работать. Ножницы, потому что те у нас уже тупятся. И сейчас перейдем к воблерам. Воблера, как вы знаете, рыболовы, это дорогое удовольствие, но есть полно китайских. И истинным является искусство найти среди Китая тот Китай, который будет работать. Вот и глянем, владею я этим искусством или нет. Копия, наверное, орбита какого-то, типа такая горбатенькая рыбка. 11 грамм стоила 80 рублей. То есть, такой вот взял взводное кольцо, небольшая лопатка, заглубление там до метра. Черненькая спинка, точки атаки и такая сама по себе блестящая, думаю, будет вполне работать. Дальше, заглубление 0,3 метра, 9,5 грамма, компания Каламбия. Этих компаний, на самом деле, бесчисленное множество, каждый делает свои подделки. 140 рублей. Вот такой вот яркий воблерочек с тигровыми полосками, с оранжевым пузом для атаки. То есть, думаю, тоже вполне сработает. Сейчас переставим вот так вот, чтобы получше было. Это вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И вот такой вот длинный воблер, 130, наверное, это. Ну, 136 миллиметров. Заглубление 20-40 сантиметров. То есть, такой довольно поверхностный. Вес 17 грамм. Стоит также 80 рублей. Вот такой вот воблер. Покрашен прекрасно, то есть, нареканий никаких абсолютно нет. Шумит лопатка, тройники, может быть, большеватые только, но ничего страшного. Посмотрим, заменить можно всегда. Это точно рудра какая-то или орбит, я не... Нет, это инквизитор. Да-да-да, это же копия инквизитора. Не забуду, вставлю в настоящую фотку сюда куда-нибудь. И вот так вот это мне все обошлось. То есть, ножницы там 25 рублей. Так, 60, 65, там 125, 195, 250, 80, 80, это 160. Короче, уложился где-то там в 400 рублей. Плюс-минус. То есть, за 7 приманок, среди которых и блесна, и воблера. Пока снимаю, расскажу по какому принципу я покупаю вот такие вот реплики, копии, подделки, кому как угодно. Покупаю по принципу, что не ловлю на спиннинг, именно как профессионал какой-то. То есть, бывает, что осенью схожу на окуня, но щук мы тягаем на фидер. И вот как раз таки поэтому не беру дорогих приманок, чтобы их не оторвать. Потом, когда научусь ловить, научусь не обрывать. Может быть, и перейду на дорогие какие-то. А пока что я вот за бюджет. То есть, я взял вот столько приманок за 400 рублей, а можно взять один воблер за 500 и посеять его. Работоспособность это уже второй аспект, но блесна работают как бы любые, это понятно. С воблерами уже проблемно, поэтому воблеров я много и не покупаю. А так, то есть, будем дальше пополнять свои арсеналы, будем ходить на рыбалку, и посмотрим как раз таки на работоспособность вот этих вот рыбок. Наш видеоролик подошел к концу, что хотел донести то, что сначала нужно научиться ловить дешевыми, я считаю, а потом перейти на дорогие. Опять-таки, мое мнение, как непрофессионала по спиннингу. Надеюсь, видеоролик был интересен для вас, полезен. Если это так, обязательно делитесь им, ставьте лайки, пишите любые комментарии, мы отвечаем абсолютно на все комментарии. С вами был канал BMTeam, не пропускайте новые видеоролики. Пока!